Пустите домой! Закрыли меня в прихожей. Жулики, как вы могли меня закрыть? Я ж на улице замерзла, там холодно. Боря, сколько градусов на улице? С добрым утром, мама Галя! Посмотри, как холодно на улице, посмотри. Вот, вот, вот. Вот так вот. Боря, сколько там на улице? Я не вижу. Приглядись. Ой, как холодно. Восемь и шесть. Всего-то. У меня было такое чувство, 23 минус. Ну как, мамуля, сырники вкусные? Да. Ну, откушай на здоровье. Борис? Это что? Да. А ты умеешь, мам, сырники делать? Ты сырники умеешь делать? Нет, ты что? Надо у него научиться. Надо вставать пораньше, тогда можно научиться. Да. А так ты спишь больно долго. Он уже их успевает напечь. Мама сидит. Пьет чай. Говорит, лепешек напек. Мама, это не лепешки, это сырники. Это сырники. Угу. Мама говорит, ужас, какие лепешки напек. Ужас, да? Ужас, какие хорошие. Ужас, какие хорошие сидит на хвале. Я говорю, мам, хоть попробовала бы рыбки, которую я посолила. Рыбки хочешь попробовать? Нет, рыбки нет. А вот лепешки, она прям довольная. А Борис, смотрите, какой сидит, довольный, счастливый, красивый, улыбается. Да, Боба? Боба! Я говорю, красивый, счастливый, улыбающийся. Что ты? Что ты? Просто вечер такой тихий, спокойный. И ты улыбающийся, да, мам? Да, и я тоже. Она все время старается вот немножко как-то, знаете, подколоть, задеть, привлечь к себе внимание Бориса. Мама, любишь своего зятя? Да. А так же. Тетя Валь тоже очень любила. Ну, как же не любить, когда она песок каких-то наплетит. Мама, только лишь бы желудок набить, да? Да. О человеческих качествах что ты можешь сказать? А? О человеческих качествах Бориса что ты можешь сказать? А это не человеческие качества? Ну, это еда. Мама. Пек тот человек. Логично. Ну, как тут откажешь вообще в нелогичности? Птичья столовая у нас с утра открыта. Борис уже всем насыпал и зернышек, и сухого корма кошкам. А сам уехал в Мехнево. Он поехал в аптеку, в Озон, в Валдберес, и, надеюсь, привезет мне и капельки, и аскорути, на котором вы мне говорили. Ой, ну какая красота! Так приятно каждое утро вставать и наблюдать птичью столовую. Они такие живые, они такие энергичные. Они такие толстые. Доброе утро, мои хорошие. Я решила достать и посмотреть еще раз свои черенки. Как они себя чувствуют. Так, вот, смотрите. Черенки все живые. Я не трогала и не опрыскивала их ни разу водой. Почки в таком, знаете, полунабухшем состоянии. Сейчас я покажу. Ой, извините. Вот, смотрите, я опущу пониже камеру, и вы увидите, что... Так, сейчас чем показать-то? Покажу ножом. Что вот здесь, видите, красная почечка. Видно, хоть черенки и очень тонкие, но они все живые. Корней пока не наблюдается нигде. Корней не видно. Так. Так, это одна баночка, один череночник, который хранился у меня в овощном отделении. Так, я его закрываю. Сейчас, сейчас уже начало декабря. И черенки пока все живые. Сейчас посмотрим вторую бутылочку, второй череночник. Так, там у нас были листья на нижних, в нижней части черенка. Так, сейчас я вас поближе поднесу. Даже вот так. Листья там как были, так и сохранились. Они очень медленно проклевываются. Почки тоже есть. И даже вот на верхней части черенка почки тоже есть. Череночник этот лежит, знаете, вот в таком вот положении, в чуть-чуть приподнятом. Влага сохраняется, и черенки все живые. Вот мне самой даже интересно, они сохранятся как черенки, или они все-таки прорастут. Вот. Корней я тоже в бутылках не вижу. В этой бутылке, в этом череночнике корней не видно. Я не буду их дергать, просто вам поближе покажу. Когда я раньше показывала вам это, вы мне говорили, что это очень плохо, что прорастают листья. Листья, это вы тоже говорили, листья прорастают за счет того, что черенок питается внутренними какими-то соками, внутренними сохраненными витаминами. Посмотрим. Это же мы делаем с вами эксперимент. Давайте посмотрим, что будет потом. Будут ли корешки. Честно сказать, выдергивать даже боюсь, хотя вот очень хочется. Давайте один хотя бы достанем. Так, вот смотрим. Ни колюса, ни корней пока не наблюдается. Значит, черенки просто сохраняются в песке. Так, втыкаем обратно, закрываем и убираем на хранение. Если все сохранится, то из этих черенков я потом сделаю еще черенки и посажу розы у себя на огороде. Влага есть, так что волноваться за них не стоит. И температура тоже для них нормальная. Ну все, сейчас убираю опять в холодильник. Так, не знаю, помните вы или нет, но мы также убирали с вами в холодильник черенки просто в целлофановом пакете в овощное отделение. И мне тоже интересно посмотреть, что с ними там происходит. Так, мы их просто нарезали и сохраняем. Листики от почек кое-где отскакивают. Так, черенки все живые. Вот этот толстый черенок потерял немного влагу. Если будет видно, вот он вот такой раненый. И у него почки вообще нигде никак не набухли. И он такой ребристый. Если видно, видите, он какой ребристый. Он теряет влагу. Возможно, потому что ему нанесена вот такая сильная рана. Остальные все черенки живые. Вот даже вот такой вот мелкий черенок, видите, у него живая почка. Вот она почка. И она живая. Это слишком толстый черенок. Вот здесь проклевывается какая-то почечка. Вот в этом месте. И больше я не вижу ничего. А здесь у меня с проклюнувшимися почками два черенка. Вот тоже проклюнувшаяся почка. Ну что ж, убираем на хранение. Это тоже опыт. Так что посмотрим, чем этот опыт, как говорится, закончится. Какие черенки лучше хранятся. В чем? Просто в пакете. Или все-таки во влажном каком-то грунте. В моем случае это песок. Убираем и будем наблюдать дальше. Приехал Борис из Михнева. Привез Аскорутин, как вы мне советовали. Визин. Ой, я просто сняла очки. Эмоксипин для глаз. И привез. А, это он себе Глаупрост привез. А Визин он мне не привез. Да? Эмоксипин. Ох, я же его просила и то, и то. Ну, ладно. Придется эмоксипином попробовать. Сейчас я почитаю. Капли глазные. Почитаю, как хранить. И буду закапывать. Уж сегодня глаз просто ужасен. Он весь красный. Я вампир. Из эмоксипина достала вот что. Вот такой вот. Такую мензурку. И плюс вот такой колпачок. Насадку. Сейчас я почитаю, как капают. Что-то один раз я прочла в интернете. Там речь какая-то была страшная, жуткая. Ой, способ применения дозы. Препарат закапывает в конъюнктивальную полость. По одной-две капли два-три раза в день. Курс лечения от трех до тридцати дней. При необходимости хорошей переносимости препарат курса лечение может быть продлен до шести месяцев или повторяться два-три раза в год. Ну и сказано, как здесь все это сделать. Ладно, сейчас будем делать и будем закапывать. Тачки мне не мешают. Тебе не мешают. Может, лежа как-нибудь надо. Давай, лежа. Я лежа. Вот в угол глаза. Подожди, я не вижу. А ты где? Прекрати, пожалуйста. Ну, как вы думаете? А ты где? Ты показываешь верхнюю, большую там. Видите? Я ему говорю, доктор, а вы где? На, давай. Так. Ну, повыше, подожди. Подожди. Слушай, как хорошо, когда ничего не закапывают. Ну, на. Не сломайся только. Ты нарочно испытываешь мое терпение. Она не потекает. Туда, туда, туда сделала. Да там все нормально. Не шарься руками. Нажимай. Ну, нет тут капель. Капнуть нормально не может. Может, подожди, может, там можно, надо колпачок отрезать. Вот, а то мы леем. Ну, ладно, подожди ты, я сослепу не увидела. Ребят, пошли посмотрим хотя бы. Ну, его, блин, вообще. Ну, нету капельки. Сейчас инструкцию посмотрю. Видишь, нету. Вот. Ну, а ты на пипетку-то... А-а-а. Ну-ка, дай-ка, дай-ка. Дай-ка. Так, ребят, смотрите, сейчас, сейчас покажу. Ничего там не надо отрезать. Оно действительно каплет туда не поступает. Как не поступает? Ну, вот же, смотри, ну что ты, вот, смотри, смотри. Вот теперь поступил. Ну, куда ты капнул? Ну, я просто капнула для пробы. Теперь есть. Есть? Ну, вот. Ничего там не растворится. Сейчас очки одену. О, Господи. То понос, то золотуха. Ну, что же это такое-то? Вот целая проблема. Вот что значит, редко болеем. Ты только осторожно, а то вдруг у меня будет очень сильно это щипать. Конъюнктивная полость, это где? Ты ее нашел? Да. Ну, хватит, уже, уже, ой, жечь начинает. Можай теперь. Ой, а думаешь, это так просто? Глаз закрывается сам, сжимается, как попа перед уколом. Ой, не в ту сторону. Ой, как щипет. Нет, щипет, но не так, чтобы прям уж айс-айс. Че, Борис пот вытирает со лба. Ой, течет и этот глаз тоже. Как после операции. Ой, Господи, да ладно. Немножко пощипала и все. Слушай, а принеси мне ватный диск, пожалуйста. А где он? В ванной комнате. На верхней полке. Это у меня все. Ватный диск. Ой, немножко пощипывает. Так, слегка, не сильно. Че-то сегодня очень сильно как-то это все разлилось. Мимо дивана бы не сесть. Палец надо перевязать. Глаз пострадал. Палец пострадал. А сейчас скажут опять, ну, нет. Что, ушибаныть нельзя, что ли? Нет, все нормально. Ой, только глаз закрывается. Два-три раза в день. А что ты мне еще и визин-то не купил? Жадина, говядина. Кошкам два пакета купил, между прочим. Я спросил. Корма. Что вот от этого? Ой, да ладно, пожалел для жены. Она мне дала это. А, ты спросил? Конечно. О, не просто так. Прям спросил у продавца? Да. У провизора? Сосуд взорвался. Что? Визина нет? Она летает плохо. А у меня ее. Я ушел. И все? Да. И пошел кушкам за кормом. Если давление атмосферное опустится еще хоть на пол-единицы, у меня порвутся оба глаза. Слышишь? Глаза ладно. А что не ладно? Сама бы не взорвалась. Боишься, кухню долго отмывать придется? Нет, где мы будем соловаться вообще? О, Господи. Ты готовить умеешь. Мы без помпитания не можем. У меня от вашей готовки уже просто глаза на лоб лезут и трескаются. Пойду гуляю, капите. О, представляете, вместо того, чтобы меня жалеть, ты собираешься идти нагуливать аппетит. Заодно и пожалею тебя. Где-нибудь остановлюсь, поплачу. Нет, уж ты плачешь лучше здесь. Я же хочу смотреть, как ты меня жалеешь. Мне же будет приятно. Ой-ой-ой-ой-ой. Хулиганы зрение лишают. Ой, беда. Ой, как же дальше жить? А мне хотелось бы посмотреть, как он меня жалеет. Что-то в этот глаз закапали, а в этот глаз что-то попало. Пыль какая-то. Смотрим сейчас программу с мамой. Ну, точнее, мама уже ушла. Давай поженимся. Что-то я так и не увидела, кого она там выбрала. Интересная программа такая. Какая-то чудная, странная. Кружочек делала. Так и не поняла, кого она. Да делай ты кружочек, хоть колбаску. Мне все равно. Главное, что ты капли привез. А ты по большому кругу пойдешь. Почему мы будем ходить, когда алмаз найдет? Слышите? По большому кругу будем ходить, когда алмаз найдет. Ой, Господи. А вы говорите, зачем я делала тефтели так много? Вот для этого я тефтели и делала. Кстати, губы не на крысле. Сижу с какими-то синюшными губами перед вами. Все. Ничего не режет уже. А сейчас только по маленькому. Все, шутки отпускает. А сейчас только по маленькому. Пойду хоть губы накрашу. Сегодня, когда проснулась, как увидела этот глаз, прям вообще нехорошо стало. Ладно, вроде все. Ой, кстати, что хотела сказать. Сегодня первый день после звонка. Сегодня какой? Седьмое? Восьмое? Восьмое. Вот. И звонка еще не было. Ниоткуда. Очки даже не буду надевать. Так, а куда у меня мама пропала? Вот видите, я говорю, за всеми глаз да глаз. Мама, ты что опять? А, ты играешь? Ой, Господи, как ты меня... Давай я телевизор тебе включу. Не надо. И тебе поменьше на смотреть телевизор. А то глаз болит. Ну, он у меня уже не болит. Вот так. Пойду губы на крышу. А то я на себя на такую смотреть не могу. Ну, все. Так вот. Видит, поприличнее. Почему так бывает, когда закапываешь в глаз, а течет из носа? Ведь вроде бы доктор-то ухо, горло, нос. Вот это все связано. Но с глазом-то это никак не связано. Сейчас сидела, монтировала видео и услышала, как я без конца сшмыгала носом. Как будто у меня насморк. Нет, это от того, что закапали в глаза. В глаз, в один глаз. В общем, могу сказать так. Капли эти чуть-чуть сначала пожгли, а потом... Я умоляю, не надо. Опять лампочка мигает. Полтергейст какой-то у нас. Вот. Я сначала чуть-чуть так пощипала. Не сильно, нет. Так, спокойненько как-то пощипала. Ну и, в общем-то, и все. Вечером перед сном еще раз закапаю. Да что такое-то? Ну что с лампами? Непонятно, какую лампу не вкручиваем? Причем это энергосберегающее мигает. Так интересно в комментариях было прочитать. Там многие спрашивают, что с глазом, что с глазом. Там какой-то зритель написал, что-что, что-что, муж в глаз дал. Нет, такого у меня не было в жизни никогда. Муж мне ни в глаз, ни в бровь, ни в щеку, ни в скулу никогда не давал. И вот так вот физически не обижал. Тут к Борису претензий никаких не может быть. Так что ваши надежды и ваши желания, дорогой зритель, не всегда совпадают с желаниями и возможностями моего Бориса. Так что не наговаривайте. Я уже на втором этаже и решила посмотреть в антресолях шкафчика, есть ли у меня что для Нового года. Ну, это уалы на втором этаже. Ух ты! Здесь есть гирлянда. Ой, а здесь не одна гирлянда. Здесь дождик. Так, ну, это, наверное, для... Ну, мы будем наряжать ёлку только на улице. В доме у нас есть там вроде малюшенькая ёлка. Так, ребята, здесь не одна гирлянда. Здесь много гирлянд. Вот даже с переходником. Ой, извиняюсь, но только нужно... О, даже вот такая вот есть. Вот какая, целый пучок. Вы мне там писали, может быть, вы как-то украсите дом, может быть, как-то украсите крыльцо. А давайте-ка мы с вами завтра разберём все игрушки, какие у меня есть. А задачам вариться. И пусть он придумает, как подсоединить вот эти все гирлянды. Вот, какие у меня есть. Но мне кажется, гирлянды есть не только здесь. Гирлянды есть ещё и на первом этаже. Ой, а они, в принципе, работают или нет? Давайте посмотрим. У меня есть вот такой удлинитель здесь на втором этаже. Надо бы распутать гирлянду. Ой, ребята, ну мне совсем не хочется этим заниматься. Просто давайте проверим, горит она или нет. Вот только бы током не ударило. Так, так. Ну где тут? Так, здесь не получается. Надо вот эту розетку вытащить. Что-то там не втыкается. Ой, а это розетка старого образца. Нет, это, да, розетка. Нет, вилка старого образца, а розетка нового образца. Не втыкается. Пошли в другое место. Ой, господи. То одно, то второе. Так, а вот здесь воткнётся. Здесь темно. И сразу станет светло, если она работает. Так, здесь вот такая розетка. Господи, только бы током не шевануло. Вдруг это всё стало. А то гла... Ну где это? Да блин. Сейчас придётся на первый этаж идти. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА